Несмотря на небольшой спад заболеваемости коронавирусом по стране, количество положительных ПЦР-тестов в нашем регионе остается достаточно высоким. В среднем каждый десятый случай регистрируется в Павлодарской области. Болеют все дети, взрослые, пожилые. В общем, более 6 тысяч человек лечатся амбулаторно. Еще около тысячи распределены по инфекционным госпиталям. В целом ситуация с пандемией в регионе под контролем утверждают в Управлении здравоохранения. Интересно отметить, что штамм омикрон в области до сих пор не выявлен, однако клиника заболеваемости говорит об обратном. Об этом также свидетельствует увеличение числа зараженных детей и беременных женщин. За последние две недели показатели выросли более чем в три раза. Под наблюдением, в общем, у нас находится 465 женщин. Из них на стационарном лечении находится 65. Ситуация по детям. 820 детей взято под наблюдение. Из них 102 находятся на стационарном лечении, 718 под наблюдением организации по МСП. Порядка 70% подлежащего вакцинации населения области, это около 342 тысяч человек, обезопасили себя от заражения, получив оба компонента вакцины. Активно прививаются подростки, беременные и кормящие женщины. Вакцину Pfizer получило более 9 тысяч жителей региона. Казвак остались у нас на ревакцинации и вакцинации. Это Казвак, Синоверасел, Pfizer. Вот эти вакцины, которые у нас остались для вакцинации и ревакцинации. Препарат «Спутник Лайт», используемый для ревакцинации населения, был завезен на территорию области менее двух недель назад. Однако из 6,5 тысяч доз в поликлиниках осталось всего 590. Основной вакцины «Спутник Ви» в настоящее время в регионе нет. Но мы ждем поставки дополнительные, как только будет, мы дальше наше население оповестим. В целом ревакцинацию прошли более 76 тысяч жителей Павлодарской области. Напомним, ее необходимо делать через полгода после получения второго компонента вакцины. А тем, кто переболел коронавирусом, через три месяца после выздоровления.